Привет всем, вы на канале Санита, меня зовут Настя Бабич и сегодня мы поговорим о важных изменениях в пересечении польской границы, которые были приняты на днях. Это касается не только тех украинцев, которые едут в Польшу, но и тех украинцев, для которых Польша транзитная страна. Допустим, те, кто едет в Германию, в Чехию, в остальные страны ЕС, либо за границей ЕС. Итак, что изменилось, кого это касается и как подготовиться, я сейчас расскажу. Не забывайте досматривать это видео до конца, чтобы не пропустить полезную для вас информацию. Вы подписывайтесь на канал, а я рассказываю, начинаем. С начала войны для беженцев из Украины действовали упрощенные условия ввоза домашних животных в Польшу. Однако с 27 марта для украинцев возвращаются общие правила ЕС. С 27 марта 2023 года отменяются упрощенные условия для некоммерческого ввоза домашних животных с территории Украины на территорию Польши. Это касается собак, кошек и хорьков. Для украинцев будут действовать общие условия ввоза, которые действуют на всей территории ЕС. А именно, животное идентифицировано с помощью микрочипа транспондера или четкой для прочтения татуировки, нанесенной до 3.07.2011 года. Животное имеет прививку против бешенства. Дата вакцинации не должна предшествовать дате нанесения транспондера или татуировки. Или дате считывания транспондера или татуировки, указанных в соответствующем разделе идентификационного документа. Ревакцинация должна считаться первичной вакцинацией, если она не была проведена в течение срока действия предыдущей вакцинации. Проведено текущее сирологическое исследование на определение титра антител к бешенству. Уровень нейтрализующих антител к вирусу бешенства в сыворотке крови равный или превышающий 0,5 МЕ на миллилитр. Животное имеет сертификат здоровья животных для некоммерческого перемещения в государство члены ЕС из третьих стран собак, кошек или домашних хорьков. Фреток. И письменную декларацию, подписанную владельцем или уполномоченным лицом, подтверждающим, что перемещение домашнего животного в ЕС является некоммерческим или в некоторых случаях действительный паспорт, выданный одним из государств ЕС. Временно не будет требоваться период ожидания 3 месяца с момента забора крови на сирологическое исследование на определение титра антител к бешенству при наличии соответствующего результата исследования. Список аккредитованных лабораторий, уполномоченных для проведения исследования биологического материала по контролю эффективности вакцинации против бешенства. Это вся информация, которую я сегодня хотела бы поделиться с вами. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои реакции и комментарии, делитесь этим видео в своих социальных сетях и пока!